Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сейчас у нас произойдет очередная презентация книги. Эта книга написана мной в прошлом году, в 2019-м, и называется она «Перерождение Герострата». С одной стороны, в качестве главного героя был взят всеми известный, может быть, некоторыми даже любимый, персонаж Герострат, который то ли по воле случая, то ли по воле желания сжег храм Артемиды. Это одно из самых известных событий в Древней Греции. Ну, в общем-то, так получилось, что имя Герострат стало ассоциироваться с дурной славой. Впрочем, в данном случае я предположил, ну, во-первых, я предположил, как это происходило, по каким причинам, почему это в Эфесе появился такой человек Герострат, который решил поджечь храм Артемида. Да, то есть есть некая его предыстория, конечно же, вымышленная, но она очень интересная и примечательная, и, между прочим, она связана с именем известного мыслителя Гераклита, который считал, что все в мире состоит из огня. Во-вторых, этот самый Герострат, конечно же, был подвергнут в итоге казни и умер, как и все люди, в принципе, умирают. И после этого он неожиданным образом переродился. В каждом новом перерождении Герострат, в общем-то, создавал новую личность для себя. Новая личность, причем она собиралась с абсолютного нуля. То есть человек рождался, и в нем внутри был встроен вот этот вот Герострат, который на самом деле как бы не взаимодействовал с живущей вот этой вот личностью на протяжении долгого времени. Но потом, потом в итоге, если случится какое-нибудь там событие, связанное с огнем, Герострат обязательно пробуждался. И тогда в этом организме, в этом теле появлялось сразу несколько личностей. И Герострат, конечно же, стремился в каждый раз, в каждом новом мире уничтожить, уничтожить все больше и больше. Больше важных каких-то строений, важных каких-то, в общем-то, мест. Вот. Давайте полистаем. Рождение Герострата, рост Герострата. В каждой главе будет разбираться, в общем-то, какой тот или иной этап становления. Причем, смотрите, главы называются не главами, а этапами. Этапы становления личности. И здесь, в общем-то, будет разбираться вот огромное количество существ. Много-много-много-много разных существ. 16 жизней, в общем-то, пройдет внутри этого романа. Причем в разных мирах. Это не только древняя античная Греция, нет. Это и совершенно другие миры, в которых есть люди, а также другие миры, в которых людей нет. И это тоже довольно интересно. Роман крайне разнообразен. Вот, например, Зифры. Это один из персонажей тоже. Жизнь номер два, видите, тоже не разделы, а жизни здесь. Он как раз родился в мире с новицей. Правда, он все еще человек. Сейчас мы перегрузим куда-нибудь подальше и обнаружим, что здесь нет. Это пробуждение. Давайте в другую сторону. А, Трапия. Вот Трапия – это персонаж трапеции. А он живет в плоском мире. И вот в плоском мире тоже происходят своеобразные перерождения, своеобразные действия и своеобразные строения. Гога – это очень странное существо тоже, но разумное. И в него тоже смог переселиться Герострат. В общем-то, вот произведения, они идут по одной, в принципе, схеме. У нас имеется рождение, становление, молодость, потом взрослая жизнь. И в итоге происходит пробуждение так или иначе Герострата. Очень часто эта схема сбивается по ряду причин, но изначальная схема написания романа была такова. И Герострат обязательно совершает какие-то ужасающие поступки. Его потом все остальные личности ненавидят. В общем-то, вы можете посмотреть вот эту вот уникальную систему переселений душ. Она очень интересная. Очень интересная, потому что в данном случае души не строятся на личностях. Но личности, получается, обитают где-то отдельно, в отдельном мире. И вы об этом тоже можете узнать. Этот роман переполнен множеством различных интересных мест. Я действительно рекомендую вам прочитать. Но давайте вот в качестве рекламы, в качестве, в общем-то, презентации прочитаю стих из этого стихотворения. Я его уже читал в прошлом видео, но он прекрасный. Мир горит, мир дымит и превращается в ад. Кто гоним, кто любим, все в итоге сгорят. Каждый дом, каждый сад ждет полыхающий ад. Лишь он рад, лишь он рад, ведь он гирострат. Злой Эфес, словно лес, видит он в огне. Даже Зевс, гордый Зевс, не указ тебе. Гераклитовый клан жаждет разрушать. Артемидовый храм, только первый шаг. Славы зов, старый сон, он ее постиг. Слабый бог, самый сок, дай его снести. Каждый храм и кумир в пламени горят. Кто поджег этот мир, бравый гирострат. Где Тисей, где Персей, их забрал Аид. Одиссей облысел, в страхе все горит. Будто смерч, ураган, он идет вперед. Бросив вызов богам, он все разнесет. О, герой, лишь слепой обвинит тебя. Нелегко быть слугой, ползать, как змея. В мире много рабов, только без царей. Ты бросаешь в огонь идолы идей. Ты во мне, ты в других, разрушением рад. Символ пламенной борьбы, славный гирострат. Ну, в общем, вот. Очень рекомендую к прочтению. Это один из самых лучших моих романов. Достаточно большой, достаточно интересный. Вот 818 страниц хорошего текста, хорошая система, хорошая идея придумана. В общем, крайне рекомендую этот текст. Спасибо за внимание. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон»